Ну что ж, добрый вечер всем, уважаемые любители Доты. И очередной выпуск вечернего валета, вы в комментариях написали, чтобы я его не называл утренним, потому что он выходит не утром, оказывается. Я не знаю, когда он выходит, я сплю обычно. Днем, это дневной валет. Дневной валет, да, ну на самом деле, ну типа вечерний, короче. Да, так вот, по-прежнему наша рубрика выходит благодаря нашему спонсору, компании Ростелеком, за что им огромное спасибо. Не было Ростелекома, не было валета, не выигрывали бы вы в фэнтези. Мы сегодня в фэнтези... Мы идеальны. В смысле, 187 мы набрали, это мало. Два лучших игрока, наши, это Анна и Кака. Потом, конечно, Соло мы не поставили, он топ-3, ну топ-2 среди саппортов, но топ-3 уже Бабока, это тоже наш парень. Причем чел сыграл 0-12 в последней игре. Не страшно, не страшно. Вот, Бабока там же, соответственно, СФО среди оффлейнеров топ-2 после КП. А инфлейм мало набрал, да. Инфлейм мало набрал, да. Но они быстро закончили. Единственный, кто подставил, это Бёрнинг, ну, Айджи проиграли, как бы так уже вышло, поэтому он где-то топ-15 среди всех игроков. Ну, и Корпома мы сегодня... Нет, нет, далеко не худший, далеко не худший, ну, как бы далеко и не лучший. Вот, ну, так где-то в середине остался. Ну, грубо говоря, у нас почти лучший оффлейнер, два лучших вообще игрока и топ-3 саппорт. Как бы, если бы вместо Бабоки поставить Соло, было бы лучше. Ну, в общем... Ну, мы, кстати, думали по поводу Соло вчера в наше оправдание, да, мы даже говорили... Да, да, ну, в общем, у нас все хорошо, у нас все хорошо, да. Единственное, промокнулись с Бёрнингом, ну, опять же, все угадать, ну, как бы, невозможно, извините. Да, С-Трипл-Си набрал там космические цифры тоже, да. Ну, вот С-Трипл-Си вместо Бёрнинга надо было ставить, он бы, да, он бы как раз и привнес больше всего очков. Да, мы бы в топе были. Был бы вообще идеальный состав. Мы бы обогнали того чувака, который с ником, как там у него, никнейм, больше NS Plus Velato. Нико, да, больше. Нико больше, чем NS Plus Velato. Ну, явно смотрит Валетта. У тебя хейтинг, чувак, чтоб ты знал, вот так вот, да. На самом деле, явно смотрит Валетта, конечно, да, смотрит, свяжись с нами, скажи, как ты это сделал, будет очень интересно нам. Послушать, хотя, если так подумать, то, конечно, вот мы делаем наши прогнозики, да, и еще примерно миллион человек. По теории вероятности, конечно, один из миллионов, но он точно угадает все самые лучшие комбинации. Ну, все делают разные комбинации. А такая вероятность, что это бы мы. Она очень мала. Ну, блин. Соответственно, ну, она действительно очень мала, то, что этими людьми окажемся именно мы, она, наверное... Ноль. Ну, плюс-минус, да. Стремиться к нулю, но не ноль, но мы, в любом случае, мы все еще где-то в первые тысячи игроков, я уверен, может быть, тысячи двух. Даже выше. Да. В любом случае, там же нужно попасть 10%. Там-то мы находимся точно, и все, кто с нами, вместе с нами находятся. Я думаю, мы даже в один попадем в итоге, потому что мы сейчас вам дадим прогноз, который точно не проиграет. Точно, да. Переходим к прогнозу на фэнтези состав четвертого дня. Внимание, запоминайте. Очень сложно запомнить. Ставим тупо пять игроков Liquid. Все. Окей, надо объяснить народу. Пока. Так вот. Почему? Ну, потому что завтра, конечно, у нас играются три BO3 и, соответственно, Empire играется Liquid, а победитель этой пары играет, соответственно, матч против Virtus.Pro. Ну, и, естественно, ну, и там еще играют у нас OG и LGD. Они играют один матч, больше они играть не будут. Соответственно, у нас опять же ситуация, как в группах. У нас есть команды, которые играют один BO3 от GLHD, а есть команды, которые играют два BO3. Это Empire либо Liquid. И они будут играть еще один BO3. И вот тут, конечно, вы просто на чашу весов ставите Empire, Liquid. Если вы очень сильно верите в отечественного производителя, что называется, да, то вы можете поставить пять игроков Empire. Ну, если честно, они наберут вам супер риск. То есть смотри, есть три варианта, есть три варианта вообще сыграть на завтра. Три варианта? Да, три. Три на самом деле. То есть смотри, есть супер риск. Это ставим пять игроков Empire. Получаем или очень мало, или очень много. Да. Есть второй вариант, тоже рисковый, но менее. Это ставим пять игроков Liquid. Ну, Liquid все-таки фавориты. И при всем уважении к Empire, ну, блин, Liquid получше, чем YG смотрится на этом турнире. И, наверное, все-таки империю должны проходить. Пройдут или нет, мы не знаем. Но это не прогнозы, это фэнтези. Поэтому пять игроков Liquid. Но есть еще третий вариант. Супер сейвовый. Это когда вы без печали выбираете себе одного из OG, одного из Virtus Pro. Что вы наберете? Ну, среднее количество очков. Я думаю, что без печали нужно ставить половину из Empire и половину из Liquid. Тогда уж. Тогда вы точно наберете среднее количество очков. Потому что, ну, одна из этих команд будет играть еще одну в BO3. Соответственно, будет набирать еще много очков. Ну, и вы, как бы, получается, ну, например, ставьте Rizoli, там, FN, Kuroki, Jerrox. Ну, и в Mind Control, условно. И в Mind Control, например. И, грубо говоря, у вас 2-3, и FN и Rizoli набирают очень много. Если они пройдут первую BO3, то они наберут в сумме огромное количество очков. Там будет по 100+. Ну, и, соответственно, вам Mind Control, там, Jerrox и Kuro принесут, ну, сколько принесут. Ну, или наоборот, соответственно. Эти, FN с Rizoli принесут мало, но те трое принесут много. Ну, это, соответственно, если вы хотите не рисковать ничем. Но, если вы хотите рискнуть, или вы верите точно в Liquid, либо в империю, то лучше, конечно, ставить 5 тех или 5 других. Мы будем ставить 5 Liquid. Да-да, если, может быть, если вы, там, например, как некоторые, там, режиссеры видеомонтажа, там, первый день проспали, вы тогда, и вам нужно догонять, да, чтобы попасть в топ-10, в 10%, тогда рискуйте однозначно. Не надо играть вот в эту... Наберу чуть-чуть. Нет, давайте по полной. Ставим Матумба Мэна, Миракла, ставим Майн Контрола, ставим. Может, не будем ставить, я так подумал, они так мало набирают обычно. Или будем. Ну, Джаша и Куру, ладно, и 5 игроков команды Liquid завтра принесут нам золото. О каком мне Джеракси все время так говорит? Я знаю, ну, из-за УЖИ. Из-за УЖИ. Я знаю, я все это время играл Джаш. Там Джаш играл, да, Джеракс тоже завтра будет играть. Я тоже думаю, почему ты говоришь о Джеракси, если он играет одну игру? Ну, думаю, ладно, наверное, ты что-то знаешь. Ну, да. Да, на самом деле. Пускай будет Джеракси. Нет, не надо Джеракса ставить. Как-то раз Тим за 2 Боу-3 набрал как за 3, Джеракс наберет за 1 Боу-3 как за 2. Ну, это по моим, получается, прогнозам. На самом деле так не будет. Ну, естественно, все это время я имя Вну Джаша. Почему-то все время хочется Джеракса в Liquid записать. Потому что он там играл очень много. Ну, да, да, да. Это как-то фантомные боли от Джеракса. Ну, естественно, Джаша я имя Вну, конечно, да. В общем, завтрашний день будет веселый. Мы желаем удачи нашим командам и вам в фэнтези. И еще раз напоминаем, 5 игроков Liquid приведут вас к золоту. Или 5 игроков Empire. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok